Привет всем дорогие зрители, с вами Лараме Ч. Именно Лараме Ч, а не Лараме Х. Есть огромная разница в произношении последней буквы. Вы скажете, что за хуйню ты несёшь? А я сам не знаю, я просто вступление затягиваю, но бывает такое. Сегодня мы с вами прикоснёмся к высокому, к тому, чего простым смертным понятий не дано. Я имею ввиду фотошоп. Это величайшая программа, которая только изобрела человечество. Это программа, в которой даже самый уродливый человек на планете может стать сногсшибательной моделью для какого-нибудь журнала. И сегодня мы будем фотошопить гдэшеров. Я надеюсь, они против не будут. Ладно, хватит этот дебильный голос изображать, давайте уже по нормальному начнём так. Первый, с кого бы я хотел начать, это Гота. Почему именно он? Да потому что он белорус, а как мы знаем, белорусы это высшая раса после хохлов и татар. Для начала нам надо найти самую подходящую фотографию. Оу май, да это же мистер вселенная 2019. То, что надо. Перетаскиваем фотографию на рабочую область и первое, что нам попадается в глаза, это водяной знак. Убрать его достаточно просто. Для этого надо выделить область, которую мы хотим убрать и нажимаем Shift F5. Лола Швейфман сказал. Нажимаем ОК и как мы видим, знак убрался. Однако после этого образовалось размытие. Но это тоже легко пофиксить. Выделяем размытую область и применяем такой инструмент, как заплатка. Но затем перетаскиваем на необходимую нам область. Вуаля! После этих нехитрых махинаций приступаем к выделению нашего Антона. Нажимаем вырезать на новый слой и удаляем лишнее. Упс, кажется Готта лишился руки. Как говорил Майковский, кончил правой, работай левой. Но это не беда, ведь это фотошоп. Здесь вы можете делать все что угодно, даже протест сделать за бесплатно, что мы сейчас и сделаем. Находим картинку одобрительного жеста, позже поймете почему. Подгоняем по размеру, деформируем и меняем ему оттенок кожи. Готово! Теперь у Готта две руки. Одна хуй дрочит, другая лайк поставить хочет. Далее выбираем наиболее подходящий фон. Напомню, что Готта дайвер. А затем меняем цветокоррекцию Готта. Вау, знаете, я тут пожалуй добавлю еще кое-чего. Оп, оп, оп. Это уже похоже на какую-то передачу про животных. Но как по мне, неплохо вышло. Сохраняем и отправляем Готта, а затем ждем его ответа. A few moments later. Вау, да он целый репортаж про животных в письменной форме написал. Знаете, я зачитаю этот репортаж в соответствующей атмосфере. Только дайте мне пару секунд, чтобы эту атмосферу задать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Антон Готович в программе «В мире животных» с ГД Широм Готовичем. Сейчас мы с вами находимся в самом эпицентре океана под названием РКГД, где наблюдается страшная эпидемия всех живых и маленьких морских существ. Как раз таки сюда каждые 1-2 раза в неделю прибывает особый и единственный выживший вид титановых акул. Как вы понимаете, мои юные зрители, с ней лучше не стоит переигрывать, не говоря уж и о развлечениях с ним. Она является самой опасной и агрессивной акулой во всем мире. И это неспроста мы наблюдаем волнение братьев наших меньших, ведь она умеет накидываться на жертву в случае очередного слива на 97% в инсейн экстрим темони, хотя именно эта рыбаха только за этой целью и приходит в подводный мир РКГД. Также она имеет свои особенности – обман жертвы в случае нового псевдохода из ютуба, театральное выступление на публику о том, какой он жалкий. И это, конечно, все для нас понятно, но как открыто для большинства, это им становится жалко и становится жертвой манипуляций. А что с ними происходит дальше, известно только титановой акуле. Да, печально это осознавать, но даже если бы такой вид акул внезапно исчез, то и жизненный цикл перевернулся на 100%, что очень плохо бы отразилось на дальнейшей эволюции рыбной цивилизации. А с вами был я, ГД Шарготович, и это был очередной выпуск «В мире животных». И помните, будьте умнее рыб, тогда вы, может, перепрыгнете на новую ступень человеческого развития. Охуитель! Что ж, это было сексуально, так что приступаем к следующему, не менее сексуальному ГД Шару. Плеослиму! А вы знали, что Плеослим это сверхчеловек, посланный нам на землю для свершения одной цели? Заставлять охуевать! Жизнь! И для этих целей он пошел обучаться искусству креаторства у Дэнни Пола. Ну вы все это знаете из трейлера «Доктор Плеослим», поэтому лишний раз повторяться не буду. Я лишь изображу Плеослима после прохождения искусства креаторства от Дэнни Пола. Для начала берем это сексуальное лицо, копируем в фотошоп и обрезаем. Дальше выбираем подходящую картинку «Доктор Стрэндж». Так, не то, не то. О, вот наиболее подходящее. Затем обрезаем желтый фон, и теперь заменяем ебало Бонапарта Бутербучча на прекрасное ебало Плео. Хм, а это уже реально доктор Плеослим. Но что же по поводу заднего фона? А возьмем мы БГ из уровня Плео «Мой назад». Перетаскиваем фотошоп, и как мы видим, нам мешает иконки Плео. Но как это исправить, я уже вам говорил. Выделяем область, которую хотим убрать, и нажимаем «Shift F5». То же самое проделываем и с синими кубиками. Подгоняем под нужную цветокоррекцию. Идеально. Хотя нет, чувствовать тут чего-то не хватает. Вот теперь идеально. Хоть на превью ставь, что я, кстати, сейчас и сделаю. Вот это реально называется «Красиво». Теперь отправляем Плео и ждем его реакции. Что ж, видимо, ему понравился данный шедевр. Ну и последний человек, которого мы будем фотошопить, будет «Карл». Это самый горячий мужчина в Украине. Ему мечтают дать все, но его сердце принадлежит одной имени ей. Ау-мс. Но проблема в том, что он живет в Крыму, а он в Украине. Но фотошоп способен соединить два влюбленных сердца. Чтобы максимально передать взаимоотношения этой парочки, я использую кадр из шедевра кинематографа «50 оттенков серого». О, да, это именно тот кадр, который мне нужен. Перемещаем нашего украинского Рикарда Милоса и вырезаем ему голову. Ой, то есть обрезаем голову. Блин, все равно не то. Короче, вы поняли. Добавляем теней. А это довольно похоже. Теперь добавляем нашу миссис Лену 3018 и делаем ей обрезание головы. После подгоняем под нужный цвет. Казалось бы, уже идеальная картина. Но все равно не достает некоторых деталей. Обратите внимание на картину. Ну видно же, что ей чего-то не хватает. Ха, так гораздо лучше. Это называется «Променять свою девственность за гиги». Ну и для пущего эффекта добавляем зубенка Михайла Патройча, который будет следить за процессом и будет наяривать своего мафиозника. Ну и осталось только одно. Подходящие трусы для Алмоза. Найти их очень просто. Вбиваем по запросу «Трусы с крошем» и нам тут же выдают самые подходящие. Обрезаем таз со спиной, перемещаем трусы на секосные ножки Алмоза и применяем деформацию. Ах, да, еще забыл одну не менее важную деталь. Ах. Ну и напоследок добавлю реакцию зубенка Михайла Патройча. Знаете, это самый романтичный фотошоп, который я только делал в своей жизни. Даже просто идеально. Я ощущаю себя тем песиком из мемы, где он скречивает двух собачек и такой «Ебетес». Ладно, сохраняем и кидаем этот шедевр на критику Карлу. Как мы видим, ему очень понравилось. Что же, а на этом сегодня все. Напишите в комментах, кого мне еще зафотошопить таким же образом. Надеюсь, вы узнали кое-что новое после этого ролика. И я надеюсь. Всем спасибо за просмотр. И помните, будьте умнее рыб, и тогда вы встанете на новую ступень человеческого развития. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok